магазин майклс в котором мы сейчас находимся известен тем что тут как бы рай для тех кто любит рукодельничать вот то что вы видите там цветочки искусстве да есть большие любители это не только вот там индусы или китайцы и кибана ну как хотите назовите тут миллион всего и для тех кто шьет и для тех кто вяжет и для тех кто что еще все делает вообще скажи пару слов о магазине давай я на тебя камеру наведу магазин вообще шикарный потому что здесь когда школе задают какие-то проекты сделать то первое место подойти нужно идти сюда здесь можно купить и бумагу и альбомы и ручки и специальные ножички что все это вырезать здесь очень много в школе за таких проектов сделай сам и вот это место 10 товарищ здесь не дешево все недорогой а вот тоже здесь время сына . то что вижу то все 40 процентов 2 за 3 это у них то есть это вот они так или это они сначала завысит цену а потом но сначала цена завышена естественно потом она уже идет нормальная цена но но в целом это хороший магазин то есть нужно действительно что-то для дома для семьи сделать здесь есть и лобзики и пилочки мы будем посмотрим что мы видим это всевозможные пенопластовые формы которые можно мячики я вижу это не мячики это пенопласт так их можно использовать но для каких-то домашних ну например либо в них втыкаются цветы например если нужно в шарообразовую либо вот тут диски например давайте диски точно цветы можно втыкают диски разного диаметра понял такой расходный материал для рукоделий шарики когда кому-то понадобится сделать домашних животных там слушай вот эти корзинки для чего они вот это корзинки испытания для цветов у меня кстати это очень люблю и дома всегда делаю такие вот корзину корзинки или это такие коробочки пусть я смотрю чтоб цены были видны с травками это очень красиво смотрите оживляет на меня высоко не полезешь поливать поэтому очень удобно когда ну да как прям сад попали ой мама рода здесь в торце очень красивые цветочки здесь мы видим разнообразие трав зеленых и я для дома для семи искусственно все конечно это очень красиво поставить куда-то наверх на шкаф такие травы со спускающимися листьями они создают такое живое присутствие вот вот висячие эти травы шикарная просто как с виноградами какими прям тропически джунгли суши тут какие-то ну-ка на другую сторону если перевернуть тут какие-то специальные инструменты для того чтобы это все делать потому что вот это наверху так просто не загнешь они очень на жесткой проволоке находятся секаторы ножницы слушай а для чего нужны вот эти мешочки с шариками это очень красиво это если например не корзинка а когда-нибудь стеклянная вот и очень большое равнобразие вот там стеклянных таких емкостей для того чтобы делать эти украшения на одном насыпаются разноцветные камушки сначала ставится пенопласт потом камушки насыпаются разноцветные и все это выглядит очень красиво ну ты как бы вот такой здоровый возьми мешок в руку вот этот мешок там стоит 7 долларов да ну просто ребята понимали о чем речь идет не набирает кто-то подумает что такое хочешь купить украшения какие-то ой мама родная а это что а что вот это может для украшения ты хочешь дома что-то за 6 долларов такие красивые призмы я бы их так назвал я не знаю там я прошу тоже декоративно это какой-то насыпать но мне очень нравится когда ракушки тоже настоящие правда настоящие окошки берут красивую вазу высып высыпают этого заставят центр стола это очень красивое украшение для стола а вот есть эти морские где-где-где-где-где-где осторожно морские все настоящие без дуракона их можно подвешивать куда-то такие коллекции нет нет друзья мы не переместились в овощной ли какой-то фруктовый магазин вся эта резина имитирует настоящие фрукты овощи имитирует неплохо вот и тоже видимо для каких-то дизайнов похоже на на что на сука ну как бы апельсин лимончики порезаны да не неплохо неплохо выглядят а там коробки слушай красивые коробки для того чтобы в них что-нибудь класть какие-то подарки органайзеры для шкафов вот это хорошо вот эти типа типа книги они зачем вот эти и ставишь на полку открой что там внутри матрешка перис якобы париж а там просто набор коробок они просто все вынимаются органайзеры такие вот эта штука стоит 9 долларов и он там наверху и а он те еще такие круглые знаешь как для шляп они есть для шляп красота американская традиция как бы использует много свечей вот здесь свечи почему они ароматизируют я стою это вместе она здорово пахнет потому что эти свечки они даже пока не горят пахнут а когда уже начинают светиться во сколько стоит такая дуринда здоровенная окей ну в общем и в целом это не самое правильное место для покупки свечек если нужны свечки то есть такие где они просто за бесценок идут вот то что здесь за 17 можно другом месте за 4 за 5 тоже купить я так думаю я небольшой покупатель свечей наполовину сделаны изделия которые может своими руками такой полуфабрикат вообще прикольный прикольный там скворечник можно купить из картона то есть на самом деле как вот для школы хорошо да там уже задают что-то или вот например рамочка для собак я бы я был знал в этом сову я можно выжигать знаешь убежит бабочки а вот вертушки они даже вертутся наверно как-то вертутся да то есть для всякого такого рукоделия а это очевидно клетка для морской свинки буквы какой-то ребенок шум вообще в америке дети не шумят так особо я даже не знаю что это он это уже к валентайну сердечки обычно ребят ценник интересует что почем новое посмотрим вот допустим такое такая странная фигура вот тут 50 процентов от чего от 15 долларов ну я не знаю даже я не помню чтобы с тобой что-то такое покупали когда-то как-то мимо нас прошло так света forever валентайн forever америка страна пасхальных зайцев я был даже кроликов мордатые толстые ушастые довольно противные на мой вкус если на них посмотреть да их тут много вот они истер ну да все впереди есть как бы элемент сезонности в этом во всем правда то есть вот когда какой-то праздник на подходе то под него вот этот типичный с рыжими ушами заяц вот типичный такой американский заяц тут есть большая секция со всевозможными стикерсами да вот чего куда наклеить я я просто хочу чтобы посмотрели может быть на всю вот отсюда да и если мы немножко так повернемся то и сзади за спиной тут такие стикерсы в виде буковок алфавитиков таких их много много здесь более крупные менее крупные вот всевозможные сколько стоит доллар пятьдесят вот там пачка я стараюсь не вести быстро чтобы у меня светопередача на ходу не менялась как бы специфика съемки сотовым телефоном то есть на обычной камере я бы легко мог крутить быстрее а тут не очень цвет вот как ты прокомментируешь вот эти штучки это очень красота большая для всех домашних поделок я своей внучке сделала такую детскую мебель из такого пластилина который засыхает мы туда поставляли вот такие всякие красивые бусинки да света делает детскую детскую мебель шикарную хотя она здесь и продается но мы делаем все по привычке и все делаем своими руками с ребенком ну и конечно всевозможные такие рулоны фольги бумаги пленки которые используются очень широко во всевозможных поделках ленточки мне надо говорит а где ребенку купить ленту для бантиков я говорю вот майклс пойди тут ленты любые это секция которую любят все девчонки потому что они могут ввести себе бусы и браслеты это из вот этих так называемых бусинок они здесь называются по-английски бинз да с дырочками с дырочками с ним продаются веревочки и они все разно разных цветов это вот дешевенькие пластмассы а есть шоу каменные такие так там они из-за полудрагоценных камней таких очень симпатичных внизу поехали вниз вот такие мешки с бинз бинз бывают такие довольно навороченные вот эти за 2 доллара там они в виде алфавитиков там с буковками разные бывают а это вот такие самые высыхающие пластилины всевозможно здесь нарисованы животные но мы делали из них вот кукольную мебель для маленьких пупсиков то есть на самом деле то что нарисована зверюга это не то что внутри зверюга нет нет внутри кусок пластилина вот этого цвета то есть за 4 доллара ты имеешь шмат пластилина который высыхает я хочу сказать здесь вот этого пластилина пишут на 113 грамм вот он тут ну в общем так довольно довольно изрядно да он что просто с водой вода высыхает или как он просто он как пластилина потом высыхает ну да это сердце тоже одна из моих любимых я купила внучке книжку с такими всякими это павс это разноцветные такие пушистые шарики из которых можно делать всевозможных животных ой есть такого же качества палочки где можно шейку сделать ножки и так далее то есть они форму принимают да 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 ага здесь вот целая книжка побольше поменьше значит 3,79 стоит мешок вот таких красных шариков а здесь вот книжка как это все делать покажи покажи книжку а это не та сторона это не важно но вот они все эти павсы ага то есть что можно сделать из тех шариков да я внучке уже купила целый такой набор ага это краски которые что света ну они присядки на тени о с фосфором понял здесь вот мы видим всевозможные формы аппликации аппликация тоже наклеивается по-русски как вам скажу да но мы это в России просто вырезали из обычной бумаги и наклеивали а здесь это все уже есть вот какие-то наборы в которых уже все нарядно вот ротики вот глазки то есть упростили как бы задачу ну ты можешь повырезать сам вот те из вас кто неравнодушен к красной звезде могут взять красную звезду а вот сердечки то есть звезда для мальчиков сердечко для девочек да вот целая коробка с всевозможными формами это очень часто в школах используется ага все это используется в школах на уроках где с чьей учат то есть грубо говоря так если ты хочешь что-нибудь наклеить тебе не надо его вырезать она уже есть вот бери и клей а с этой стороны это глазки то есть любая аппликация нуждается все там есть животные в глазах и вот это вот глазки но я просто покажу что они двигаются они внутри двигаются это глаза их можно тоже наклеить на плюшевую игрушку там типа сделай сам вот глазки всех размеров железное что такое это эти со колокольчики извиня слушай а перья эти куда эти перья ну мы их использовали на хэллоуин когда делали такое буа из перьев оно очень теплое на самом деле смотри как красиво вижу вижу только опять не тряси вот эти перья мы наклеивали на маски а вот есть еще перья разных цветов это не настоящий перья только не раскрашено а вот сами маски на которых можно наклеить и сделать очень красивую маску я не думаю друзья что вас можно удивить пряжей вот но просто чтобы вы знали что и здесь в америке где можно за 3 копейки купить шикарные бренды люди вяжут ну это не массово конечно не так как вот было у нас в советское время а по чем вещь для человека советского это ностальгическая вещь за 4 доллара такой вот шмат а регуляр прайс у нее 7 вот я вижу там написано да вы друзья понимаете что всякая красота должна вставиться в рамку поэтому здесь много рамок вот они тут самых разных размеров вот они рамочки самые разнообразные вот еще много рамок тут в них вставляется картиночка такая бумажка просто чтобы так чисто оттенить достоинство рамки то есть вы не покупаете картинку вы покупаете рамочку вот они тут все какие-то 40 процентов 40 процентов а сколько она реально стоит но вот есть по вот есть за 15 долларов если вы видите вот там внизу вот она на клиренсе стоит а так есть их и побольше это тоже не девочку показывают а рамочки рамочки для свадеб вообще рамочки большой бизнес тут я не знаю как наверное сейчас нет не только в Америке но вот в наше время не было рамочек тут еще литературы много вот это крафтинг with kids да то есть рукоделие значит там готовка и запекание и тут много много книг то есть если ты не знаешь что тебе делать вот приходи сюда бери книжку тут их много как рисовать красками вязание там было с той стороны арт искусство значит ну ну много а это типичный такой уголок где люди подбирают картинки под свои рамки я извиняюсь под свои художественные полотна вот они приходят и им берут образчик как раз надевают на уголок и вот так пойдет то есть эти вот рамочки которые вы здесь видите они очень инструментальны в подборе рамки вообще довольно дорогое удовольствие на самом деле это не это совсем не дешево вот так выглядит магазин мэйклс снаружи надо было чем-то закончить репортаж и жена мне говорит ну ты скажи что вот там всегда солнечно так весняно празднично внутри и я вспомнил как классе в седьмом там или восьмом на уроке химии мы писали эссе такое и товарищ мне говорит а у него тема была лакмусовая бумажка он мне говорит что написать чем закончить небольшое эссе о лакмусовой бумажке я ему сказал напиши просто в советском союзе созданы все условия для производства лакмусовой бумажки в необходимых количествах вот мы можем на этой волне сказать что в магазине мэйкл созданы все условия для творчества так сказать и рукоделия в необходимых количествах мэйкл